Мир вам, дорогие друзья! Желаю Божьих щедрых и благословений всем, кто сегодня пришел в Дом молитвы и смотрит нас по интернету. Все люди, живущие на земле, подвержены тенденции обижаться. Ну, маленькие дети уже обижаются, молодые люди обижаются в среднем возрасте и преклонном возрасте, обижаются. Обижаются, да потому что их обижают. И сколько будет продолжаться наша жизнь, столько на земле, столько будут люди обижаться. Тема проповедь, горечь, обиды и прощения. Предлагаю вместе с вами прочесть Иван Леотматфея 6 глава 12, 14-15 стих. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. И если будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших. Ехал в автобусе, наступили на ногу. Говорит, прости. Прошло время, опять наступили, простите. Но когда уже третий раз наступили, человек был готов взорваться, когда услышал простите. Сколько раз прощать тем, кто обижает нас? Ну, Петр считал, что если уже 7 раз, это уже потолок, ну, не больше невозможно. Он сказал, сколько раз прощать брату моему? До семижды ли раз? Ну, Христос объяснил ему, не до семижды, а до семижды 70, 490 раз. То есть бесконечно мы должны прощать. Обидевший, не простивший находится в церкви, сидит и обижается. Он не получает Божие благословения. Он заоткрыт от потока Духа Святого, который хочет наполнить его и благословить Господь. Со мной обошлись несправедливо. У меня душа болит, а обидевший сидит и не просит прощения. И сколько прощать брату моему? Почему нам нужно прощать? Чтобы и Бог простил нас. Христос рассказал историю. Один раб должен был царю 10 тысяч талантов. Но ему был прощен весь долг. А мы читаем в Библии, другой должен был всего лишь 100 динариев. Чему равны 100 динариев? Это маленькая сумма по сравнению с 10 тысяч талантов. Чтобы лучше понять, я обратился к истории. Иосиф Флавий, живший в то время, писал, что бюджет Иудеи составлял 200 талантов. А здесь мы прочитали, долг был ему прощен 10 тысяч талантов. То есть годовой бюджет Иудеи только 200 талантов. Это 10 тысяч талантов. Это 50 годовых бюджетов было прощено. Нам трудно представить, сколько какая-то огромная сумма. А 100 динариев, это всего лишь маленькая сумма, мизерность незначительная. И вот мы читаем в Библии Матфея, 28 глава с 31 по 35 стих. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит ему. Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего? Как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его стезателю, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата и своему согрешение его. Он должен был простить, потому что простили ему неимоверно огромную сумму. За всю жизнь мы заработали жизнь в аду. Если бы Господь за нашу жизнь отправил нас в ад, он поступил бы справедливо. Но Господь поступает не по справедливости, а по милости. Он помиловал нас. Наша справедливость распята на Голгофском кресте. Христос взял наши немощи, болезни, обиды, он взял и понес на себе. Для того, чтобы мы жили вечно, блаженствовали в раю вместе с нашим Господом. Нас сильно обидели. И наше сознание рисует, что обидчик должен страдать не меньше, чем я. Он зацепил за самое больное, взял меня. Он должен также пострадать. Это наше сознание. Он заслужил. Если что-то будет, какая-то беда, это будет все нормально. Но это ненормально, по слову Божию. Как же нам следует поступать? Как нам относиться к обидчикам? Христос учил, молитесь за обижающих вас. Обида – это защитная функция, когда обида защищает гордость от смирения, от унижения. Обида – это несправедливо причиненное огорчение. Но если кого-то обидели, муж бросает жену с детьми, он обижает ее. Или произошло насилие, или кого-то обворовали, или украли большую сумму денег. Как простить в таком случае? Зная людей, верующий брат с сестрой имел добрые отношения и долгое время знали друг друга. Они были членами одной церкви. Этот брат делал сестре предложение. Она выйти замуж, она отказалась. Он сильно огорчился, обиделся. И эта сестра, которая отказала брату через несколько времени, выходит, объявляется в церкви с другим братом. Огорченный, обиженный, уезжает в другую страну, привозит с другой страны сестру. И на следующее воскресенье, после того брата сестры, объявляется в церкви. Зацепили его самолюбие. Я не хуже, чем эта сестра. Я докажу, и в следующую неделю объявился в церкви. Прошло время, и он развелся. Нельзя выходить замуж, или жениться, только чтобы доказать другому человеку, что я не хуже. Гордость – это нехорошее качество. В Библии оно осуждается. Гордым противится Бог, а только смиренным дает благодать. Гордость основывается на самовозвышении. На предложение сестры «выходи замуж». Она отказала. Брат огорченный. Я докажу, я подтвержду, что я не хуже, чем другие. Я пошел в банки, взял в займ, большую сумму денег, и купил самую лучшую машину. Гордость, самовозмышение – это то, что не возвышает, а унижает человека. Во время гонений брат сидел за Слово Божие, отбывал срок для того, чтобы оставаться верным Господу. Но когда пришло время свободы, он пахал землю, и соседам не поделил какой-то небольшой участок земли. И он сильно обиделся. К нему приходили братья, говорили, ну ты же служитель, отбывал срок заключения. Прости обиду. Что угодно, но это простить я не могу. Этот служитель заболел, оказался в больнице. И он стоит перед порогом, перед вратами, уже вечности переходи. И к другу начинает кричать. Откройте врата. Откройте врата, я не могу войти. Откройте врата. Неверующие врачи говорят, ну откройте ему дверь. Что он кричит, чтобы перестал кричать. А верующие, родственники знали, не об этих вратах он кричал, а вратах входа в вечность. Евреям 12 глава, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, и чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, чтобы им не сквернились многие. Когда человек допускает обиду, непрощение, перед ним могут закрыться свободный вход в вечность, и чтобы не сквернились многие. Когда мы общаемся с обиженным, нужно быть внимательным и осторожным, чтобы проказу обиды, огорчения не принять на себя. Мы читаем в Библии, не принимайте поношений на ближнего своего, учит Писание. Есть люди, которые много трудились в церкви, отбывали срок заключения за веру в Бога, но не могут простить. И так уходит вечность. Надо прощать тех, кто причинил нам страдания. Тем самым мы вырезаем злокачественную опухоль в свой организм. Обида, это как рак, разъедает изнутри. От него нужно избавляться как можно быстрее, чтобы не был поражен, поражены другие участки тела, чтобы не заболеть. И не уйти в вечность непрощенными. Некоторые люди упывают на свои заслуги. Я был миссионером, открывал церкви, жертвовал на дело Божие, посещал больных. Я материально много жертвовал. Разве это не зачтется в вечности? Разве вот эти мои добрые дела, моя святая жизнь перед Богом перекроют маленький неисповеданный грех? Делами перед Богом не оправдается никакая плоть. Только кровь Иисуса Христа. Когда мы приходим к Нему, исповедуем грехи Его пред Богом, кто очищает от всякого греха, тогда откроется свободный ход в вечности. Дух непрощения может преследовать человека не несколько дней или месяцев, а даже несколько лет. Осудили человека, осуждали человека, мы стояли рядом. Мы ни одного слова не сказали осуждения, стояли рядом и кивали головой, соглашаясь с тем осуждением, которое высказывали в адрес брата или сестры. И до человека обиженно дошло, и он обиделся на нас. Но я же не осуждал человека, я только стоял и кивал головой, я только соглашался. Моего участия там максимум 10-15 процентов, не больше. Но нужно просить прощения. Обидели, появилось желание отомстить, чтобы он пострадал не меньше, чем я. Послание Кривина, 12 глава, 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте месту гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Зло, которое сделали нам, нельзя победить злом. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Нас живет чувство справедливости. Почему нам бывает трудно простить? Кто-то скажет, заслужил, поэтому получил. И также хотел бы отметить, чтобы есть люди, которые обижаются не потому, что их обидели. Они обижаются за кого-то. Сестры спрашивают обиженной. Тебя кто-то обидел? Нет. Ты обижаешься? Да. А почему обижаешься? Обидели мою маму, я обижаюсь за свою маму. И это продолжается уже много лет. Обижаться за кого-то. А Весолом долгое время обижался за свою обесчищенную сестру. И он считал, что Давид, отец его, должен вмешаться и навести порядок или уже наказать обидчика. Но Давид не принимал никаких решений в этом плане. И Весолом решил разобраться и наказал сам. И как страшно закончилась жизнь Весолома. Обида это оружие сатаны. Когда человек обижается, он теряет покой, сон, здоровье. Знаю людей, которые были обижены и накручивали себя. И зарабатывали язву желудка. Дочь пришла домой. На ней лица нет. Мать спрашивает. Дочь, что с тобой случилось? Брат, который со мной всегда здоровался, стал обходить стороной. Она так обиделась, так расстроилась сестра, дочка, что заболела. Бывает трудно простить обиду, когда она связана с душевными ранами. Когда у нас болит зуб, то наше внимание все концентрируется на зубной боли. Но когда поражена наша душа, то мы концентрируемся на этой боли. Душа болит. Тело здоровое, а душа болит и причиняет боль. Дух подталкивает нас добиться справедливости. Сознание рисует отомстить обидчику хотя бы в нашем сознании. Обиженная душа возвращается в прошлое. И дух напоминает нам, лукаво напоминает, те обиды, которые нам причинили вчера, позавчера или много лет назад. Когда мы не бодрствуем, лукаво будет приносить те огорчения, которые доставили нам. В таком случае мы молимся, говорим, Господь взял наши грехи, беззаконие, наши обиды понес на кресте. Он простил. Он не вспоминает огорчений. Также я не помню то, что было в прошлом. Я свободен. Господь Иисус Христос взял от меня все болезни, все обиды. Я свободен в Иисусе Христе. Не будем приносить из нашего прошлого огорчения в настоящее, потому что оно поразит настоящее и будущее. Почему для многих бывает трудно простить? Ну то, что бываем мы часто только частично виноваты. Но я процентом на 10 виноват не больше, поэтому бывает трудно простить. Почему трудно простить? Следующее, потому что желание отомстить справедливости не дает нам покоя. Мы уже отметили сегодня. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмщение, и я вас дам, говорит Господь. Бывает трудно простить, потому что мы хотим справедливости. Чтобы по справедливости поступили, и он был наказан, так страдал, так же, как и я. Нам бывает трудно простить, потому что нам нужно поступить по милости. То есть помиловать абсолютно человека, который причинил нам страдания и боль. Все люди подвержены обидам. Не исключением был и советник Давида Ахитофил. Мы читаем 2 книга царств, 16 глава, 23 стих. Советы же Ахитофила, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофила, как для Давида, так и для Авесолома. Ахитофил был очень известный, уважаемый человек. Когда он говорил, говорили, это Бог говорит через это человека. И то, что он говорил, то исполнялось. Они доверяли ему. Но когда восстал Авесолом против Давида, он переметнулся в стан противника. И стал замышлять зло против Давида. Почему ближайший советник предал Давида самое трудное время? Чтобы ответить на этот вопрос, это нужно посмотреть родословие. Оказывается, помните историю Библии, когда Давид каким путем взял жены Берсавию? Урия Хитиянин был убит на войне. И когда Давид скрывал свой грех, и когда пришел пророк Нафан, открыл грех, Давид покаялся. И он долго каялся пред Богом. 50-й псалом мы читаем, чтобы Господь не вспоминал грехов его юности, не вспоминал прошлого. Он искренне покаялся. И Бог принял его покаяние, принял его прощение. Хотя был наказан Давид за то, что он сделал прилюдно. Но Ахитофил, почему переметнулся в стан противника, оказывается, когда мы исследуем родословное, Версавия, которая стала таким путем женой Давида, она была внучкой Ахитофела. Кровная месть. И когда Ахитофел узнал о грехе Давида, обида в сердце засела в его. И он не простил ее. И он стал советовать, давать советы для того, чтобы Авесолом с армией убил, поразил Давида. Но Господь разрушил совет Ахитофела. Увидел, что его совет не осуществился. Огорченный Ахитофел заканчивает жизнь. Страшно. Победа и радость в Господе только в прощении. Прощающие только побеждают. Побеждают только прощающие. Хочу привести пример. Сестра Юлия Романишина за веру в Бога отбывала заключение. Во время приема пищи она держала тарелку с супом. Кто-то проходил, нечаянно толкнула. Она немного вылила на плечо женщине. Она рассказывает, я хотела попросить прощения, но не успела. Меня подтолкнули, я пошла села на свое место. Подходит женщина ко мне и говорит, что будем рассчитываться. Я не поняла, что она говорит. Вдруг эта женщина берет кипящий, горячий суп и выливает мне в лицо, говорит Юля. В первое время, я признаюсь, я возмутился внутри. Но внутри меня срабатывает принцип. Стоп! И то, что я скажу в данный момент, доставит это радость или огорчит моего Господа. Лисо жгло от кипятка горячего супа. Глаза не могла открыть. Я говорю этой женщине, простите меня. Я не успела попросить прощения, когда она вас немножко пролила супа на ваше плечо. Вся бригада заключенная окружили меня. Подошла оперуполномоченная, говорит на Юлю. Иди переоденься, зайди в кабинет, мы напишем протокол на ту, которая вылила на тебя кипяток, горячий суп. Я вошла туда, мы зашли в оперуполномоченную в тюрьме. Она написала протокол и подает мне. Там же находилась рядом та женщина, которая вылила на меня кипяток. Подпиши протокол. Юля спрашивает, а что будет с той женщиной, если я подпишу протокол? Посадит ее еще на 6 месяцев. Она, говорит, не стала размышлять. Но я там ее простила. Если я не могу простить, какая же я христианка. Я тогда беру, разрываю протокол. Оперуполновоченная как разразится криком на меня. Что ты делаешь? Если мы всем будем прощать, во что превратится наша зона? Я не заметил, как та женщина, которая вылила кипяток, упала на колени, подползла ко мне, обняла ноги и говорит. Я первый раз в жизни своей вижу такую женщину. Скажите, откуда у вас такая сила, как вы сумели меня простить? Я ей говорю, сила моя в Боге. Господь дает это мне. Другу оперуполновоченная кричит. Что ты встал на колени перед баптисткой? Она не заслуживает этого. Это женщина, которая прощенная. И я, мы вышли из кабинета оперуполновоченного. Господь дает сил прощать, когда бывает. Очень трудно. Стефана побивают камнями. И он не обижается. И камни, которые причиняли ему боль, доставляли большее страдание, чем слова, которые иногда ранят нас и обижают. И он молился, Господи, не умени им греха всего. Христа прибивают ко кресту. Кровь струится с его тела. Он не обижается на своих обидчиков. Говорит, Господь, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Когда нам сказали плохое, радуемся, потому что мы гораздо хуже, чем о нас сказали. Иосифа раба, как раба, братья продают, наносят ему душевную рану, которая должна была пройти по всей жизни его. И написано о нем, в железо вошла душа его. Настолько тяжело было перенести отверженность, которой раб, имея отца, большую семью находится в другой стране. И вот проходит время, уже в Египте, отец, патриарх, умирает. И братья испугались, подходят к нему и говорят, твой брат, твой отец перед смертью просил нас, чтобы ты просил братьев твоих. И когда услышал эти слова, Иосиф, он заплакал. И, представляясь, слезы бежали по щекам, и он говорил, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вы замышляли против меня зло, но Господь это зло обратил в добро. Для того, чтобы спасти еще великое множество людей. Кто простил, тот не вспоминает обиды и огорчения прошлого. Как же освободиться от обиды? Кратко. Первое. Произнести, я прощаю его или этих людей, которые обидели его. Это первый шаг. Следующее. Начать благословлять обидчиков. Господь говорил, благословляйте проклинающих вас. Хочу рассказать такую краткую историю из своей жизни, которую уже когда-то, несколько лет назад рассказывал. На работе, на прежней работе меня огорчали, обижали. Я ничего не мог предпринять, несправедливо огорчали меня. Я стал молиться, и Господь подсказал, дал мне совет, чтобы я начал благословлять этих людей. Я начал благословлять. Каждое утро, когда я начинал перед тем, как идти на работу, преклоняя колени, я в молитве произносил имя каждого обидчика. Я говорю, называл его имя, я благословляю этого человека во имя Иисуса Христа. Я называл следующего огорчителя и благословлял их. Я стал находить у этих людей хорошее положительное качество. Вдруг огорчители прекратили меня огорчать. Я заметил, что какие эти милые стали люди для меня. Господь дает силу нам. Господь помогает избавиться от огорчения, когда мы просим искренне и искренне благословляем тех людей, которые причиняли нам боль. Простить – это выбор за нами. Господь все сделал для нас, что мы простили. Мы должны принять решение и произнести прощение и благословлять обидчиков вас. Так призывает Христос. Простить – это значит отвергнуть свое «я» и быть милостивым. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok